Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошел прямой эфир, посвященный вопросам международных отношений. Стартует просветительская акция от совместной лаборатории КФУ и Рекен. В США вторую неделю бушуют беспорядки. 12 мая закончился режим самоизоляции, и сотрудники Казанского федерального университета перешли с дистанционной работой на очный режим. Для того, чтобы обеспечить безопасность работы сотрудников университета в период пандемии, КФУ организовал для них массовое тестирование на COVID-19 в университетской клинике. Структурные подразделения представляют списки желающих на тестирование, и все это абсолютно бесплатно. Стоит отметить, что в частных клиниках такая услуга стоит немалую сумму. Кроме того, в университете происходит ежедневный мониторинг состояния здоровья как сотрудников, так и студентов. Мониторинг проводится во всех филиалах, включая Елабурский и Набережный Чемнинский. И Казанский федеральный университет – единственный вуз в России, проводящий такую работу. КФУ ввел в свою структуру университетскую клинику не только для внедрения результатов ученых-медиков, но и для сохранения здоровья сотрудников вуза. В условиях пандемии приезд скорой помощи при серьезных симптомах можно ожидать по несколько часов, которые могут стать решающими. Поэтому университет держит на контроле здоровье сотрудников и студентов. А теперь к другим новостям. В КФУ прошел прямой эфир, посвященный вопросам международных отношений и не только. Смотрим. Очередной прямой эфир КФУ был посвящен актуальным вопросам международных отношений, а также особенностям образования и подготовки специалистов в области международных отношений, истории иностранных языков, востоковедения и африканистики. На вопросы сотрудников университета, студентов и журналистов ответил директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайруддинов. Это действительно не просто институт, это конгломерат трех высших школ. Мы идем современными трендами. Вы знаете, подавляющее большинство лидирующих в гуманитарной сфере институтов перешли на формат высших школ, департаментов, воправ в себя традиционный факультет. Трансляция стрима прошла на онлайн-площадках на сайте КФУ и Универ ТВ, а также в аккаунтах университетского телевидения ВКонтакте, Твич и на Ютуб. Вопросы можно было задать в чатах социальных сетей и видеохостинга. Лилия Баталова, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете продолжается временное трудоустройство студентов. Как сообщила директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова, на сегодняшний день предложено 300 вакансий и уже трудоустроено 197 человек. 91 из них – иностранные студенты. 147 человек трудоустроены на летний период и 50 на постоянной основе. Откликнулись на вакансии почти 650 человек. Еще более 2000 вакансий было получено в министерствах и ведомствах Республики Татарстан. А теперь к другим новостям. В США уже вторую неделю бушуют беспорядки, которые, несмотря на пандемию коронавируса, охватили множество городов по всей стране. К протесту Миннеаполиса присоединились Лос-Анджелес, Феникс, Хьюстон, Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон и другие мегаполисы и не очень крупные города. О восстании, поводом для которого явилось убийство афроамериканца в сюжете нашего корреспондента. Уже более 350 городов США присоединились к митингам против полицейского произвола. Протесты начались после того, как в интернете было опубликовано видео, снятое в Миннеаполисе 25 мая. На нем белый полицейский коленом давит на шею арестованному Джорджу Флойду, несмотря на его мольбу о том, что ему нечем дышать. Полицейскому Дереку Шовину, который применял удушающий прием его напарникам, предъявлено обвинение в убийстве третьей степени. На следующей неделе они предстанут перед судом. Однако для многих к возмущению в связи с гибелью Джорджа Флойда добавилось общее недовольство экономическим положением меньшинств США, в частности афроамериканцев. Члены этой общины жалуются на дискриминацию и предубежденные отношения полиции. Убийство Флойда произошло в разгар пандемии коронавируса, которое, как показывают исследования, в гораздо большей степени затронуло чернокожее население США, как эпидемиологически, так и экономически. Власти уже перебросили военные силы в столичный капиталистский округ. Вашингтон практически перешел на осадное положение. Подходы к Белому дому отгородили не только дополнительным забором, но и тяжелой техникой и живым щитом из военных. Более тысячи человек собрались у Капитолия на сидячую забастовку. Армия пока напрямую не участвует в непосредственном поддержании правопорядка. Однако, как сообщают представители Пентагона, войска приведены в повышенную боеготовность. Ни в Бразилии, ни в других странах, где много черных негров, где есть плантации, где также были рабы, также они работали, выращивали табак или сахарный тростник, потом перегоняли все это. Нигде нет такой острой расовой проблемы. Бразильские футболисты обнимаются, дружат, целуются с белыми футболистами в командах. Расизма нет там. А здесь расизм. Протесты против расизма, вызванные смертью Джорджа Флойда, перекинулись и в Европу. Самая масштабная акция прошла в Париже, где около 20 тысяч человек вышли на улицы в память о 24-летнем чернокожем французе, который погиб в ходе задержания в 2016 году при схожих с Флойдом обстоятельствах. Организаторы митингов в Европе, кроме прочего, выдвигают требования публичных расследований причин высокой смертности от коронавируса среди национальных меньшинств. Камиль Гемоздинов, Универньюз. Citizen Science или гражданская наука имеет большой потенциал, поскольку в нее может нести вклад любой желающий. Совместная лаборатория Казанского федерального университета и Японского института Рикен запускает акцию, работающую по принципу Citizen Science. Благодаря этой акции любой желающий может погрузиться в мир генетики. Все подробности далее. Экстремофилы – это живые организмы, способные выживать в экстремальных условиях. Биомолекулы, выделенные из них, обладают уникальными свойствами и сохраняют свою активность даже в самых жестких условиях. Изучение таких свойств представляет большой интерес среди ученых. В связи с этим стартует постпандемическая позитивная акция «Секвенируем бесплатно и создаем базу знаний про уникальных животных Российской Федерации». Организатором выступает совместная международная лаборатория «Экстремальная биология», поддерживаемая Казанским федеральным университетом и Японским научно-исследовательским институтом Рикен. Работа в лаборатории направлена на поиск уникальных приспособлений организмов в экстремальных условиях. Отсюда и ее название. «Экстремальная биология» запускает конкурсный пилотный проект по принципу citizen science. Это проведение научных исследований с привлечением широкого круга добровольцев. В настоящее будущее мы поняли, что было бы крайне интересно попытаться поискать и новые, еще не открытые и не широко известные научные общественности виды животных. То есть, на самом деле, очень часто такие вот интересные находки появляются из-за бытовых наблюдений. И первый пункт, по которому мы пришли такую мини-акцию провести, то, что мы крайне заинтересованы с научной точки зрения, с расширения нашего кругозора в плане интересных немодельных объектов, которые просто пока не попали в спектр, в круг зрения специалистов. Для участия необходимо выбрать живой организм, обладающий подобными свойствами, и отправить мотивационное письмо на электронную почту лаборатории, рассказав, почему выбор пал именно на него. Также необходимо иметь доступ к организму для забора биологического материала. Для того, чтобы подведем наши некоторые промежуточные итоги, мы попросим наших, кто заявлялся, победителей, предоставить нам необходимое количество биологического материала. И постараемся за ближайшие несколько месяцев сделать профиль экспрессии генов, как мы писали в нашем объявлении, по вот этим полученным объектам. И здесь мы готовы предоставить все результаты, как результаты первичной биоформатической обработки, которую наши специалисты из лаборатории помогут сделать, так и изначальные данные, чтобы люди, которые заявлялись под эту программу, могли сами поисследовать, поработать с ней, то есть полностью открываем данные. Но взамен просим открытость для сотрудничества в будущем, как с нашей лабораторией, так и с сообществом российским и даже международным научным сообществом. Благодаря этой акции любой желающий может окунуться в мир генетики и внести свой вклад в научное развитие лаборатории. Заявки принимаются до 15 июля. Электронное письмо необходимо отправить на почту, которая указана на экране. Для нас в первую очередь это подтверждение того, что организм обладает какой-то уникальной особенностью, в частности, выживать в совершенно странных условиях. То есть внести в себе некоторую программу генетическую, которую может использовать человек в своих целях для того, чтобы разрабатывать новые биотехнологические методы, более устойчивые клеточные системы для производства каких-то там белков рекомендаций, например. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!